Дмитрий Анатольевич, хочется перейти от проблем нашего бюджета, нашей экономики к проблемам соседней Украины. Скажите, с учетом всех проблем, которые сейчас есть у нас в бюджете, в экономике, какую цену Россия готова заплатить за то, чтобы не допустить европейской интеграции Украины? Почему это так принципиально? И по-вашему, оправданы ли все вот эти усилия? Не кажется ли вам, что снова, как в 2004 году, Россия настраивает против себя большую часть украинского общества? Я об этом неоднократно говорил и абсолютно в этом уверен. Решение о том, где быть Украиной и что ей делать, должна принимать сама Украина. Украинский народ и, естественно, украинское руководство, власть, которую украинский народ создал. Поэтому это их прерогативы, их полномочия, пусть они сами с этим и разбираются. Другое дело, что нам не безразлично, что там происходит. Это очень близкая нам страна, там живут люди, очень близкие нам. И, кроме того, Украина для нас очень важный торгово-экономический партнер, как и мы для Украины. Может быть, мы для Украины еще в большей степени. Поэтому, конечно, мы смотрим за тем, каким образом Украина будет развивать свою экономику. У нас нет никаких противопоказаний против интеграции Украины с кем бы то ни было. Это их дело. Но они должны все посчитать, во что это выльется. Во что выльется, например, для Украины ассоциация с Евросоюзом? Во что выльется решение присоединиться к таможенному союзу? То есть это должно быть просчитанное решение. Насколько мы можем понять, украинское руководство именно этим сейчас и озабочено. Они долго шли к тому, чтобы создать зону действия свободной торговли и отдельный договор об ассоциированном членстве с Евросоюзом. Мы им говорили, что, пожалуйста, принимайте решение, но в этом случае у вас будут проблемы, связанные с регулированием на территории страны. Вам требуется большое количество денег для того, чтобы это регулирование ввести. И кроме того, ни Россия, ни Беларусь, ни Казахстан не могут оставаться безучастными к тому, что вы откроете свой рынок для европейских товаров. Мы сами с европейцами дружим, торгуем, у нас 400 миллиардов долларов торгового оборота. Но это не значит, что мы должны разоружиться, открыть все границы, сказать, посылайте к нам все, что хотите, то, что вас не покупают. Мы должны все-таки понимать, каким образом эти товары будут перемещаться. Поэтому мы сказали нашим партнерам, вы должны просчитать, что будет происходить. Они посчитали и поняли, что в настоящий момент они к этому не готовы. Поэтому, по всей вероятности, приняли решение о том, чтобы, во всяком случае, отодвинуть подписание соответствующего документа. Это их внутреннее дело. Значит, мы просто обращали внимание на проблемы. Говорили им, что у них они могут быть. Они свое решение приняли. Кстати, приняли, на мой взгляд, абсолютно в соответствии с Конституцией. Ничего не нарушали. Значит, и правительство, и президент в праве принимать решение о том, в каких альянсах находиться. Значит, какие документы подписывать. Но то, что там происходит сегодня, это, конечно, сложная ситуация. Это, безусловно, отражает эмоциональную сторону решений. И мы самым внимательным образом следим за тем, что происходит на Украине. При этом, еще раз хочу сказать, что со всеми этими проблемами должно разбираться украинское руководство и украинское общество. А не иностранцы. Не Россия. Но и другие страны должны вести себя корректно. Ну вот, посмотрите, приезжают наши партнеры на уровне министров иностранных дел. И идут не просто там где-то поговорить с руководством или с оппозицией. Это нормально абсолютно. А идут прямо в гущу политических событий. Идут на мероприятия, которые проходят, ну скажем, прямо в противоречии с существующими правилами организации митингов. Я думаю, как, например, бы чувствовали себя наши немецкие партнеры, если бы министр иностранных дел, российский, взял бы и пошел на какое-нибудь сборище, которое проводилось в противоречии с правилами немецкими. Я не думаю, что они бы посчитали это дружественным шагом или что это правильный шаг. Встречаться, да. Но участвовать в таких мероприятиях, это, простите, называется очень просто. Вмешательство во внутренние дела.